здравствуйте дорогие будущие мамы сегодня у нас на повестке дня приемное отделение родильного дома мы очень много слышим всегда про родильный зал прородовое кресло даже про то отделение где мы перебываем после родов но приемное отделение всегда у нас в каком-то тумане мы постоянно не знаем что там будет происходить какие вопросы нам там будут задавать и зачем нам задают эти вопросы что с нами там будут делать именно сегодня хочу с вами проговорить все это как известно когда будущая мама знает что будет вокруг что с ней будут делать это уже половина дела давайте представим наступил тот самый день x на через схватки с длились воды вы приехали в родильный дом что там будет происходить вы попадаете в приемное отделение первое про что я хочу вас предупредить дорогие будущие мамы ибо бывали такие случаи если вы приехали вот вам так повезло что ваши схватки начались утром в понедельник или утром во вторник и в приемном отделении вы видите ожидающих 12 13 10 8 мам по-разному бывает которые ждут своего поступления с разными другими состояниями не схватками в приемное отделение знайте у вас право первоочередного приема вам не надо находиться в очереди ждать когда же уже до вас наконец она дойдет вы говорите у меня роды я прохожу первое если вас привезла скорая помощь она за вас все сделает сама вам не надо будет говорить знаете а у меня мне кажется схватки мне как бы надо как бы быстрее пройти а вот если вы приехали допустим супругом либо вы приехали ну чисто гипотетически не знаю такое бывало одна но я вам запрещаю ехать одной только либо на скорой либо с супругом вот тогда уже нужно действительно заявите себе и сказать да у меня схватки это мы поняли дальше мы проходим в приемное отделение вам там начинают задавать разные всякие вопросы прям в регистратуре например какая у вас женская консультация когда у вас были критические дни последний ваш рост и вес последний просто надо пережить этот этап ответить на эти вопросы расписаться в нескольких местах в истории кстати на дома мы спрашивают боже что это такое что за подписи и ставлю вы расписывайтесь за пожарную безопасность вам мини лекцию прочитает я конечно понимаю что в схватках вам особо не до мини лекции но все же вы расписывайтесь за то чтобы ценные вещи никакие там не храните с собой и кстати рекомендую вам все ценные вещи оставить дома не надо с собой вести какие-то сережки с бриллиантами, колье и так далее. Все это дома, ничего подобного с собой приемное отделение в роддом вообще не везем. После того, как вас опросили, задали вам все необходимые вопросы, вы проходите вглубь приемного отделения, и вам предложат переодеться. Если уж точно будет установлено, что вы в схватках, как это будет установлено, вас посмотрит врач. Если нас смотрят сейчас будущие мамы, которые рожали много-много лет назад, раньше организация была немножко другой, и вас врач мог посмотреть не на уровне приемного отделения, а уже в отделении, в родовом отделении, когда вы туда поднялись. Сейчас правило, не важно, Гомель, Витебск, Могилев, Минский роддом, любой, в приемном отделении вас посмотрит врач. И не важно, это утро, обед или вечер. Он вас посмотрит, но, дорогие будущие мамы, это не тот врач, который будет вести ваши роды. Это тот врач, который вас принял в приемном отделении и отправит потом в то отделение, которое посчитает нужным. Его цель, первое, понять, в родах вы или нет. Второе, понять, на каком вы этапе, какое у вас раскрытие. Третье, узреть легкую инфекционную настороженность. Что это я имею в виду? Какой-то мазочек, ну так себе. Например, кариес у вас есть, такой простудный явление, чуть-чуть насморк. Температура какая-то такая субфибрильная. Все это показания для чего? Для обсервационного отделения. Тогда на уровне приемного отделения происходит такая фильтрация. Кто-то идет в обсервацию, кто-то идет в физиологию. Хорошо, двигаемся дальше. После того, как уже вас посмотрел врач, вам предложат переодеться. Во что, дорогие будущие мамы, мы для вас подготовили платье. Ну, назовем его так. Это такое, скажем так, одноразовый ваш комбинезон одежды на роды. Неважно, в каком роддоме города Минска либо республики вы будете рожать. Сейчас у нас единое правило санэпидрежима. Это одноразовая сорочка на роды. Опять же, много-много-много лет назад вы могли встретить такую ситуацию, когда женщина рожала в такой сорочке ХБ, в лепесточке какие-то там, да, как будто такая простыночка очень похожа. Сейчас такого нет, правила только такие. Вот сюда у вас будет идти головка. Вот она. Здесь у вас будут ручки. И вот в таком голубом платье, как сказал один будущий папа, как голубое нежное облачко, допустим, представим так, нам будет легче так на родах, скажем так, мыслить, вы отправляетесь уже дальше совершать определенные действия в приемном отделении. Но про что я хочу с вами поговорить здесь. Дорогие будущие мамы, особенно если вы будете рожать в июле либо в августе, я буду с вами откровенно честна. В этой штуке ее большой плюс. Это ее одноразовость, и вы точно знаете, что до вас ее никто не одевал, ее вскрыли при вас, выдали вам эту сорочку, вы ее одели. Но на что вы должны обратить внимание? Смотрите, здесь нет абсолютно никаких дырочек. Это материал, чем-то напоминающий материал, как бахилы делает. Он вообще никаким образом не продуваемый. И, конечно же, на пятом-шестом часу родов, еще и в июле, вам может стать немножко жарковато. Что же делать? Мой совет очень прост. Можно на уровне приемного отделения сделать вот такие небольшие перфорированные отверстия самостоятельно. Прямо вот такие дырочки. Несколько. Сколько можете, столько сделайте. Действительно, через такие дырочки потоки воздуха будут курсировать, и вам в них будет не так жарко. Еще одна особенность этой сорочки, про которую я не могу вам не рассказать, это ее закрытость. Обратите внимание, у нее нет какого-то такого глубокого выреза. Именно по этой причине, дорогие будущие мамы, когда родится малыш, и произойдет очень важный процесс, процесс выкладывания малыша вам на грудь, акушерка, скорее всего, подойдет к вам и сделает вот такое движение, как бы разорвет сорочку. Я очень часто вижу просто бешеные глаза будущей мамы, уже состоявшейся мамы на этом этапе, потому что она не понимает, что происходит, почему нам не медперсонал разрывает одежду. Это нормально, очень важно, чтобы случился контакт не кожи малыша к вот этой синтетической сорочке, а кожи малыша к вашей коже. Поэтому, дорогие будущие мамы, это нормально. Небольшие разрывчики сделайте сами для курсации воздуха, для того, чтобы потоки проходили, а вот такой небольшой разрыв вам сделает медперсонал после родов. С собой ее брать не надо, мы ее выдаем в родильном доме, каждой будущей маме, которая поступает. Они бывают двух цветов, кстати, чтобы тоже не пугались, если вдруг вы будете рожать в роддоме, к примеру, Витебска, либо Витебской области, там, например, я знаю белые сорочки. Такого же материала, только белого цвета. Но принцип одинаковый. Что еще, помимо того, что вы одели эту сорочку, кстати, когда вы ее одеваете, уже мама, когда идет в роддом не первый раз, она четко знает, она уже все может сама кого угодно учить. Когда вы идете в роддом первый раз, вы задаете такой нормальный вопрос, «А что, без одежды я буду совсем, что ли?» Да, вы снимаете все, вы снимаете бюстгальтер, трусики, вы одеваете резиновые тапочки, вы распускаете волосы очень часто, вас могут попросить, потому что, внимание, волосы должны быть распущены, и, значит, роды пройдут гладко. Верю ли я в это? Знаете, не очень. Я верю в то, что, если эта вера поможет женщине обрести какую-то уверенность в себе, и она скажет, «Все, я расплела волос, сейчас у меня точно все получится», расплетайте. Я никогда не заставляю, не настаиваю на этом. Вас может попросить об этом медперсонал. Далее, когда вы полностью с себя сняли всю одежду, мы с вами не можем не проговорить о очень важном моменте, который именно на уровне приемного покоя часто и решается. Это наши компрессионные чулки, компрессионный трикотаж. В частности, мы говорим о госпитальном именно типе. Что это такое? Если мы вскроем упаковку, мы увидим вот такой белого цвета чулок, и я не знаю, если бы все акушерогинекологи Республики Беларусь и вообще мир могли вместе загадать какое-то желание, они бы точно сказали, «Мы хотим, чтобы все женщины во время беременности и уж тем более в родах носили компрессионный трикотаж». И не бинты, которые каким-то просто непонятным способом фиксируются на ножках, никто не умеет нормально их из мам бинтовать, а именно вот такой специальный компрессионный трикотаж. Почему он так важен? Потому что во время беременности идет большая нагрузка на сосуды. Большая увеличенная матка, она мешает нормально подниматься крови по сосудам. И в итоге она застаивается, делает большую нагрузку на сосуды ножек. И действительно, у будущей мамы возникают проблемы с венами. В таких проблемных венах возникают застои, повышается вероятность тромбообразования. Я ни в коем случае не хочу вас, будущей мамы, напугать. Я всего лишь хочу вам сказать, что вот такая вещь вам точно от этих всех моментов спасет. Что она делает? Вот эти компрессионные чулки. Когда вы с началом схваток, лучше, конечно, их одевать в приемном отделении, почему именно здесь мы об этом и поговорили. Вы одеваете их. Компрессионные чулки, конечно же, это медицинское изделие. Его нужно подбирать совместно с врачом, сделать специальные замеры. Вы одеваете его полностью на ножки. Обратите внимание, что здесь даже специально есть такие силиконовые капельки, которые не дадут нам даже при активных передвижениях во время схваток скатываться вниз по ножке. Также у нас здесь есть даже вот такая, ну скажем, дырочка, через которую можно посмотреть, как состояние пальчиков, не нарушен ли у нас кровоток. Многие мамы даже мини-душ ножек могут успевать сделать вот таким образом. И распределение давления в этом чулочке сделано таким образом, чтобы здесь давление было максимальным, а здесь все меньше, 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 меньше и меньше. И в таком состоянии действительно нашим сосудам легче, потому что они поддерживаются снаружи вот этим самым каркасом в виде этого чулка. Вы зададите нормальный вопрос, как его одеть, ведь они, смотрите, он достаточно такой, достаточно плотный, как его одеть самостоятельно. Поэтому я и рекомендую вам, дорогие будущие мамы, одевать его максимально рано, на уровне приемного день. Приехали, не надо дожидаться разгара схваток, когда уже вам вообще не до чулок. Одевайте прямо в приемном отделении. Если у вас партнерские роды, пусть вам поможет муж это сделать. Это тоже действительно очень важный момент. Далее я не могу не сказать вам о том, что когда вы уже эти чулочки одели, очень важно их в процессе родов не снимать. А самое главное, дорогие будущие мамы, их хорошо не снимать и после родов, хотя бы, ну, часов 12, а лучше сутки. Это правда важный момент, потому что все вот те самые осложнения, про которые я говорила, часто возникают именно в послеродовом периоде. Важный нюанс, тоже не могу про него не сказать. А как животные процедуры? Когда вы в чулках, вы же не сможете в родах сходить в душ, потому что чулки сделают что? Намокнут. Что же тогда делать? Да, я понимаю, что из двух зол надо выбирать всегда, ну, скажем так, то, что приносит нам большую пользу. В данном случае мы говорим о том, что мы должны жертвовать вот этим нашим водными процедурами, этой нашей возможностью обезболивать роды водичкой. У нас есть другие способы, о которых мы поговорим совсем скоро. И делать выбор все-таки в пользу компенсионного трикотажа, потому что он приносит гораздо больше пользы нам, чем водичка, которую мы можем, ну, скажем, использовать в родах, ходить в душ и так далее. Это такое мелкое дополнение, про которое я не могла сказать, потому что наряду с вот этой одеждой, которая просто одежда, да, которая просто, скажем так, покрывает наше тело, эта одежда, она действительно лечит нас, она действительно является профилактическим моментом. И уже в таком, ну, скажем, экипировке боевой, когда вы в чулках, в прорезиненных тапочках, в этой сорочке, запустим, с распущенными волосами, если с вами муж, то с мужем, если вы одна, то просто в сопровождении медперсонала, вы поднимаетесь в родовое отделение, где вас ждет все самое интересное. В ближайших видео мы именно об этом и поговорим. Поэтому оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин